Украина получит от западных союзников более дальнобойное оружие. Ожидается поставка самолетов F-16 с ракетами на 300-500 километров. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает РБК Украина со ссылкой на командование. По его словам, это позволит силам обороны Украины добиться больших успехов на поле боя и освободить территорию от врага. Как отметил Наев, с появлением летом 22-го года реактивных систем залпового огня «Хаймерс», противник понес еще более ощутимые потери в логистическом обеспечении своих передовых подразделений и был вынужден перемещать свои полевые составы и пункты управления на расстоянии свыше 100 километров от переднего края. Генерал также отметил, что с поступлением на вооружение в апреле 23-го года зенитно-ракетного комплекса «Патриот противоракетный щит Украины» усилился еще больше за счет увеличения дальности уничтожения аэродинамических целей на расстоянии до 150 километров. Союзники Украины в 23-м году создали авиационную коалицию для передачи современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дании. «Уважаемые друзья, у России такое оружие есть». «Сбейте, пожалуйста!» «Сбейте!» «Мы видим в последнее время заявление политиков о том, что НАТО и Евросоюз готовятся, по крайней мере перевооружаются для потенциальной войны с Россией. Вот сейчас стали появляться сообщения о том, что НАТО может остаться без США. Каким образом, пока непонятно. Как принимаются решения о выходе страны из НАТО?» «Ну, то, что Запад, то, что НАТО наконец-то начало вооружаться и готовиться к потенциальной гипотетической войне против России – это очень хорошо. Касательно позиции США и пересторожности прихода Трампа в президенты и его политики возможного выхода, США из НАТО. Ну, я бы хотел рассказать, что буквально два месяца назад, в середине декабря, на Капитолии был принят закон, запрещающий президенту, любому президенту в одностороннем порядке выводить страну из НАТО. Это запрещено. Такое решение может быть принято только при абсолютном консенсусе с Конгрессом и Сенатом. И больше двух третих голосов должно однозначно поддержать такую идею. И это на сегодняшний день фактически невозможно. Ну, я хочу сказать, что это приведет Трампа к очередному импичменту, который он уже два перенес. Ну, это будет третий. А, возможно, даже и четвертый. Ну, это в случае его победы. Я сомневаюсь, что он победит. Я сомневаюсь, что его допустят до выборов. Но, как бы там ни было, будем видеть, на сегодняшний день он один из самых реальных кандидатов среди республиканцев и имеет все шансы быть в списке кандидатов президента США. Касательно какая технология. Ну, вообще уже НАТО переживало несколько выходов их стран из НАТО. В свое время, в 1966 году, Франция вышла из военного блока НАТО, оставшись только в политическом. Еще были случаи, когда Греция перестанавливала свое членство в НАТО из-за военного конфликта с Турцией. Но, тем не менее, возможно, выход страны, если их парламент примет, президент подпишет, или если это монархи, это король подпишет такой законопроект, то теоретически заставить страну находиться в НАТО никто не может, как и в ЕС и так далее. Вот пример Большой Британии. Выход из ЕС, и Брекзит, и процедура была абсолютно понятна. И таким образом Великобритания вышла из ЕС. Также любая страна может выйти из НАТО. Но это гипотетически. В сегодняшних реалиях я не вижу таких опасений. Я не знаю, почему немецкие... Ну, они имеют право, конечно, готовиться к наихудшим сценариям. Это никто не отменяет. Но предпосылок таких серьезных нет. В любом случае, Европе надо вооружаться странам НАТО, которые находятся на европейском континенте. Надо самостоятельно выделять минимум 2% национального валового продукта на 2 плюс процента на вооружение. Тобто больше 2% желательно. Так как Польша, Балтийские страны сегодня это делают. Другие. И быть готовым к любому сценарию, к любому развитию. И это они уже начинают делать. И слава Богу. Потому что такие режимы, как Северная Корея, Иран, Китай показывают всему миру. Сейчас хуситы в Йемене. Что можно представлять угрозу человечеству. И не пребывая второй стороной в мире с армией, как они себя сами называют. Но они показали, какая их армия. И Украина показала им их место в системе координат мировой армии. Но тем не менее, все страны должны стремиться к тому, чтобы усиливать свои вооруженные силы как можно сильнее в сегодняшних вызовах, которые кидают российские диктаторы всему человечеству. Мы видим, как они расшатывают мир по всех континентах. Что сейчас происходит в Красном море, что происходило 7 октября в Израиле, что происходит в Ираке, нападение прокси Ирана на американскую военную базу, где погибло три солдата и еще несколько десятков человек были тяжело ранены. Мы видим, что вытворяет Северная Корея по отношению к своим соседям Японии и Южной Кореи. Поэтому все очень серьезно. Поэтому Писториус должен на своей должности, министр обороны, проявлять максимум бдительности и решать те проблемы, те вызовы, которые ему кидает на сегодняшний день Россия. Юрий, еще хотелось бы спросить. Чуть раньше Орбан призывал к тому, чтобы европейские страны создали какой-то альянс европейский без США. Ну, такое европейское НАТО. Как вам кажется, почему боятся, возможно, вот этих, скажем, несогласований военной помощи или каких-то еще таких действий из-за внутриполитических, например, недоразумений, вот как сейчас, перед выборами, когда не могут партии между собой договориться. Или это попытка просто Орбана, скажем, просто еще одно популистское заявление? Это еще одно популистское заявление, вызванное заказом из Кремля. Дело в том, что Орбан ненавидит Байдена. Байден ненавидит Орбана. Вообще весь американский политикум и европейский политикум Европейского Союза ненавидит венгерскую партию Орбана, которая сейчас пришла к власти. Я никогда не скажу, что они ненавидят саму Венгрию. Я имею в виду политическое правительство, которое возглавляет на сегодняшний день в Венгрии. Орбан жаждет прихода к власти Трампа. Ему нужен как будто Трамп, он называет Трампа самым великим человеком. Трамп называет взамен Орбана самым выдающимся политиком европейского континента. А вчера Трамп, кстати, нашим телезрителям скажу, что Трамп заявил, что Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын замечательные люди. Замечательные люди. Это в прямом смысле, в прямом эфире. Трамп вчера в рамках своей предвыборной гонки заявил в эфире на всю страну всем своим избирателям. Вы можете представить, какое недоразумение стремится сейчас к власти? И такие же, как он, это Орбан, Путин и ему подобные создают новую так званую ось, которая, бессомненно, несет специфические угрозы системы коллективной безопасности Европы, европатического континента. Но надо все-таки верить в приход к власти повторно Байдена и не приход Трампа. Это страшный человек, и человечество будет поставлено на серьезную угрозу в связи с его приходом. Те вызовы, которые он создаст, той борода, которую он создаст, это будет очень печально. Как для самих США в первую очередь, так и для европейской и мировой коллективной системы безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok